Скажите, пожалуйста, почему в школах так мало кружков или секций для детей? Предстоит ли в этом году увеличение квот для лечения больных онкологических заболеваний? Будет ли у нас организовываться новая система квот для лечения больных с онкологией? У нас с этим в крае очень остро проблемы с этим стоят. Большие очереди. Многие люди как раз вот умирают, когда дожидаются своей очереди. Мой дедушка ждал как раз очереди в онкологический центр и не дождался. В социальной сфере какие у нас были изменения, которых мы, если даже не были, то мы их не заметили. Какие будут в социальной сфере? То есть, ну, в плане, естественно, работ школ, медицинского обслуживания, зарплаты врачам, медикам основной больше всего меня беспокоит, потому что с такую зарплату работать, особенно в селе, нереально. Но это основная, как бы, такая проблема. Возможно ли ввести систему трудоустройства после окончания вуза студентов? Было бы неплохо. На текущий момент в деревнях, в сельской местности складывается такая ситуация, обстановка, что там нет, по идее, рабочих мест полноценных и нет мест отдыха. Молодежи некуда пойти. Соответственно, молодые люди уезжают в города, в другие населенные пункты, более крупные. И в связи с этим отток населения, если посмотреть средний возраст населения в деревнях, в сельской местности, он растет все время. И такой вопрос через 15-20 лет, да, кто будет работать в сельской местности, каким образом вообще они планируют создавать это хозяйство, там, реорганизовать как-то по ферме, фермерская будет или что-то, вот как они будут решать этот вопрос. Самая маленькая пенсия по всем регионам нашего, это почему? Почему самые маленькие зарплаты у всех? Что будет сделано для того, чтобы в нашем крае, в нашем районе, в нашем городе будет больше внимания у деревняного промышленности? Вот такой был вопрос.